Привет всем! Сейчас мы будем запускать несколько рекламных площадок и программу СМР. Записываем видео, чтобы у других не возникало таких же вопросов. Для программы СМР нужна либо Рукапча, либо Антикапча. Рукапча дешевле. Сейчас я зайду в свою партнерскую программу. И вот кидаю тебе ссылочку. Дать доступ тоже жми. Куда? Вверху дать доступ программе, она просит. Желтенько. Видишь, дать доступ. А-а-а. Да. Теперь ссылка не кликабельная, скопирую ее и в адресную строку вставь. Копировать, выделить. А я сейчас сотру, там лишнее скопировалось. Не скопировалось? Регистрация. Рукапча нам нужна для программы СМР. Один доллар на тысячу разгадываний Капча. Уже почта твоя. Кликай. На сколько? Ну, сто рублей напиши. Через визу. Виза вот эта вот. Оплата по помощи карта, да? Да. Ставь галочку и внизу пополнить. Рукапча выбирай. И вот сюда, да, выбирай. Сюда ключ вставляй. Вот окошечко, видишь, вставляй. Проверяем. Вот эти? Нет, эти нет. Эти у меня больше ста друзей, сто пятьдесят и больше. И этих я сама создавала, их они нормальные все. С моей фотографией и все. А вот есть... Они все оформленные, да? На стене стоит закрепленная. Да. Да, да, да. Тогда здесь есть смысл запускать лайкинг. Они будут лайкать те, кто онлайн, по хэштегу, либо по группе. Если это твои, то постинг здесь нет смысла запускать, потому что за постинг банят. Ну, или будешь размораживать, если они на реальной симке открыты. Они не на реальной симке. У меня симки есть, но давай лайкинг на эти тогда. Давай первую. Одну сделаем, а остальные ты уже по видео сама сделаешь. Лайкинг нажимай. Вот здесь я по тегу обычно делаю. Нажимай по тегу. Пиши здесь либо бизнес, либо проект, либо инвестиции. Все, что с бизнесом связано. Обязательно ставь галочку онлайн. Все, хватит тут? Да, одно. Галочка онлайн. Таймер ставь где-то 100-120 секунд. Ниже таймер. А вот здесь не надо ничего заполнять. Пусть любой возраст лайкается. 100-120 в другом окошечке. Ну и где-то 200 лайков за сутки. Лимит. Так, и старт. А мне надо? А, просто старт и все. Да, если ты нажмешь браузер, ты можешь зайти в свой аккаунт. Вот сейчас он, программа ищет людей, в чьем посте есть слово бизнес. Жди, вот сейчас она отберет людей. И кому-то лайкнет, и ты можешь прям нажать чуть пониже. Вот, Павел, в каком вот это вот, прям нажми на нее, на синенькую. Ты увидишь, кому она лайк поставила от твоего имени. О, это мне поставила лайк. Это Лена Леонова, это я. Моя страница. Чуть пониже пролистай. Привет. Найди, где нравится, и увидишь. Вот, видишь. Вот. Значит, какая тут связь все равно существует? Телепатия, да? Задание. Нажимай. Так, и я так все поочередно. Не выходя из программы, можешь ответить людям на сообщение. Ну, вот, браунки нажмешь, и можешь ответить на сообщение людям. Потому что я вот нажимала вот сюда, и мне как-то показывалось здесь, что надо войти. Ну, что-то неправильно было. А, ну все. Я, значит, для каждого аккаунта вот так сделаю по очереди. Да, если хочешь, чтобы программа подтверждала друзей, нажимаешь автоэддинг и старт. Видишь, у тебя Катя Кузьмир написано, ну, лайк нарисован. Значит, задание выполняет лайк. Сбоку, где аккаунты, видишь, сердечко такое. А, вот это? Ага. Так, я же не... Как они у меня? Все включились, что ли? У тебя только... Они все авторизованы. Лайкинг выполняет только Катя Кузьмир. Вот это. Тебе надо на каждую запустить. Все, я поняла. Вот это я поняла. А по постингу я сделаю эти фейковые... Они у меня есть, 20 штук, аж с фотографиями 10, без фотографий тоже 10. По 17 рублей я их купила. Значит, мне для каждого надо... Ну, например, 10 штук. Для каждого надо поставить пост и закрепить его, да? И все, больше ничего не надо. Потом нажимаешь поиск. Как только ты авторизовал, нажимаешь поиск. Нажми поиск. Выше, выше, выше. Вот здесь. Ключевые слова вводишь. Ну, или инвестиции, одно слово. Либо бизнес, либо проект. И ставишь группа. С правой стороны галочку. Группа, где группа, да. Ставишь открытая стена, открытые комментарии, галочки. Вот что остались? Ну, нет. Просто, когда фейки закрепишь, поставишь галочки. Открытая стена, открытые комментарии. Напишешь от 1000 до 10 тысяч. И лимит поставишь 200. Потому что больше 150 постов в сутки тебе просто не дадут постить. Это лимит ВКонтакте. Ага. Потом у меня... Как будет постить, ты прям будешь нажимать на это синенькое, где отпостила. И будешь попадать, видеть, в какой группе она постит. Ну, а на этих страницах должно быть видео. Да, я поняла. Хорошо сделала. Какую страницу должно быть. Ну, пусть будет одно и то же видео. Ничего страшного. Ну, текстов... А оно одно и так будет. Их не получится поменять. На одной странице несколько видео оно не будет постить. Одно будет постить видео. Для каждой страницы одно и то же видео. Можно так, но тексты лучше их 3-4. Вот ты, например, поиск групп ввела. Ну, давай поищем группы. Введи вверху ключевые слова. Это группы. Инвестиции. Группа, ставь галочку. С правой стороны. Группа. Открытая стена. Ставь галочку и открытые комментарии. Открытая стена и открытые комментарии. Ага. Минус приборщевая. Поставь 200 лимит. Вот сюда. 200-300. Ну, пульт будет 200. Мне хватит пока. Безопасные поиски. Я читала, что надо обязательно, потому что 18 плюс там будут искать. Да. Старшими. Стар. Здесь больше они будут. Вот вверху будет результат. Она сейчас будет искать минут пять. Вот здесь показывает сколько. Вверху ты потом не надо их выделять, просто наведешь и скопируешь правой кнопкой копировать все. Все, я поняла. Хорошо. Вот эти группы наведешь. Не внизу, которые, а вот где результат. Просто наведешь. Копировать все и в постинг. В постинг просто вставишь их. Ну, вот эти вот копировать все. Да. Давай остановим. А как потом, вот когда я другие группы, на другой день другие группы хочу вот сюда искать? Я убираю все аккаунты? Ну, например, если хочешь другие группы. Хотя можно и по этим два-три дня. Потому что твой пост улетает вниз, а там сверху другие постят. Давай нажми на постинг, и я тебе покажу, где текст писать. Вот ты напишешь вверху текст со своей ссылкой, нажмешь Enter, и там такая штучка кругленькая появится рандомно. И будет следующий текст. Да, я это знаю. Я это знаю. Так, теперь по поводу рефрешинга. Это когда он на своей стене постит и удаляет пост. Это когда много друзей, тогда есть смысл его запускать. Тоже ввела несколько текстов, как в постинге. Через Enter добавила видео. Таймер я ставлю при рефрешинге каждые 6-7 минут. То есть это где-то 700-800 секунд. Вот здесь 6-7 минут. А здесь... Ага. 700-800. На своей стене постит. Друзья увидели, он потом удалит. Опять постит, удалит. Видео будет одно поститься, а тексты будут разные. Он будет выбирать рандомно. Ага, ага. Автоэйдинг это подтверждает он друзей. Следующее. Райтинг это пишет в личку. Я когда фейки покупаю, вот сегодня я купила, а там 500 друзей. Я райтинг запустила всем в личку. Все равно это... Ну, эти страницы долго не живут, которые фейки, что их жалеть. Инвайтинг... Это дает заявку в друзья. Лучше без текста. И таймер ставлю где-то 80-90. Вводишь какую-нибудь группу, и он набирает. Если ты есть в топ-лидерсе, он делает ротацию. А топ-лидерс работает еще? Да, его месяца четыре назад заново запустили. А, нет, да, просто. Но комментинг это когда они... Пишет, текст там классно, супер, зачет, штук 7-8 через enter. И он заходит в группу и под аватаркой пишет. И ставлю где-то 250-300 промежуток. Ну и лимит не более там 100 в день. Ну все, я поняла. Ну помощник, это он помогает там добавлять. Я тебе могу дать по каждой функции. Есть у тебя? Я знаю. Да, у меня есть там. Я не могла настроить основную рекламу вот так вот. Остальное все у меня понятно. И в постинге то же самое. Для каждого аккаунта создаю там, ну вот сюда ввожу текст. Если он остался от другого аккаунта, бывает здесь, ты его удаляешь и пишешь еще. Ага. А вот группы, они остаются или по новой надо их искать? Ну для каждого аккаунта лучше свои группы. Там, например, в поиске нашла по бизнесу, другая инвестиция, следующая биткоин. Следующая там, деньги. Чтобы группы были разные, мы так больше охватим людей. Дело в том, что вот эти группы здесь не очищаются, вот это окошечко, когда перехожу в другой аккаунт. Правой кнопкой мыши очистить, наведи на них очистить. А, и очищается, да? Ну что-то я пробовала, наверное, что-то у меня не настроено было правильно. Все, поэтому все я поняла. Спасибо, Ер.